Любители Москвы, вы смотрите передачу обозрения московских храмов и мы с вами продолжаем знакомиться с храмами Заводскворечья. И вот здесь совсем рядом с метро Третьяковская на улице Большая Ордынка, которая названа потому что эта улица когда-то в 14 веке была дорогой в Золотую Орду. Ну и кроме того также считается, что здесь жили выходцы из Орды, которые прижали в Москву по разным делам, ну преимущественно по финансовым всяким. Ну и так проверить, как дела обстоят. Вот здесь находится храм, старый храм в честь Николая в Пыжах. Вот такой здесь Большой Толмачевский переулок, когда-то жили толмачи, то есть по-нашему переводчики. Ну а вот Пыжи это была еще одна местность, где жили стрельцы и этих стрельцов тогда вот в конце 17 века здесь возглавлял некий Богдан Пыжов. И поэтому, ну и командиром был, да, этого отдельно следского полка и вы наверное знаете почему он именно здесь находился, потому что неподалеку находится, ну собственно Москва, да, Садовое кольцо рядом. И в общем, наверное, для защиты Москвы в том числе, потому что Москва тогда была совсем маленькая, ну вот от всяких врагов, да, которые могли вот прийти оттуда вот дальше, с юга со стороны как раз Садового кольца, который совсем неподалеку в общем-то находится. Ну как раз Большая Ордынка, она как раз и прибудет к конец улицы, он и вливается в Садовое кольцо. Вот, ну и как бы они вот охраняли Москву там, да, ну и вообще за порядком следили все такое. Вот и вот их покровителем был Николай Чудотворец. Ну собственно говоря, не только их конечно покровителем, но в частности вот их тоже покровителем стрельцов считался Николай Чудотворец. Поэтому и храм назвали в честь Николая Чудотворца. Но на самом деле главный престол, он освящен не в честь Николая Чудотворца, причем как раньше это было еще при стрельцах, так и сейчас. Он на самом деле освящен в честь благовещения Божьей Матери. Вот, а предел, предел, один из пределов, там два предела в храме, но один из пределов, он как раз в честь Николая Чудотворца. Но как-то традиционно, в общем-то и раньше так было еще при стрельцах и сейчас, в общем-то, то есть 17 века и до настоящего времени, все-таки храм именно называется по пределу. Вот это вот, кстати, Пыжовский переулок, вот он, видите, я как раз вот показывал там, выказал там стройку, которая сейчас ведет, там строится жилой комплекс Лаврушинский на месте разрушенного института Гередмет, которого перебазировали на шоссе Энтузиасов, на электродную улицу. Ну вот, и здесь вот в конце 17 века был построен вот этот храм, то есть основа храма это конец 17 века, вот в Средской Слободе, в которой командовал Богдан Пыжов. Вот, ну один из пределов, соответственно, посвящен Николаю Чудотворцу, второй же предел посвящен, он довольно новый, и он посвящен Владимиру Киевскому, освященному ученику и новомученикам с военником Российских. Вот, то есть это один предел, имеет как бы такое-то посвящение. Вот он, храм, очень красивый храм в стиле русского зороча, это самый мой любимый стиль, самый красивый, я очень люблю, когда чем краше декорирован храм, тем лучше, мне очень нравятся красивые храмы, именно в стиле барокко. Вот русского зороча, такие вот, гирька такая, висячая гирька перед входом, очень красивая тоже. Вот, ну и храм, он фактически два раза разорялся, понятно, что он 17 века до нас не дошел, прямо уж вот такой прям целостности, как он был тогда. Вот, но разорялся он французами, первое разорение было в 1812 году, после чего он был возобновлен в начале-середине 19 века, а потом и в конце, на средства местных жителей, Ляминых и Рахманиных. Вот такой храм, ну а, конечно, самый большой удар храма нанесло и советская власть, большевики, храм был закрыт в 1834 году, священники репрессированы, ну а все внутреннее убранство здесь разорено. То есть, вот все, что мы здесь видим сейчас, да, вот это главный престол, видите, благовещение, вот все, что мы видим в храме, это фактически все новое, то есть интерьер храма новый, вот, поскольку все было изъято. И частично некоторые, ну тут была очень ценная икона, спас среди жителей, еще 17 века, как раз, то есть фактически современница этого храма, которая была написана в школе оружейной палаты, вот, знаменитая школа была, самая известная школа царских изографов, царских иконописов, во главе с Семеном Ушаковым, вот, она поступила в Третьяковскую галерею, сейчас там находится до сих пор, так что можно ее там посмотреть. Ну а колокол вообще в Большом театре оказался, вот, ну а потом, правда, его приобрел Богоявленский собор. Ну вот, видите, тут много очень мощей святых, есть прям большой даже крест-мощевик с мощами более 70 святых, вот, так что святыня тут в принципе есть, но именно частица мощей святых преимущественно. Еще есть мироточивый образ Николая Второго, который прославлен как стастотерпец, вот, и вроде как от него мир исходит, причем оно довольно давно уже исходит, так что тоже можно посмотреть. Ну а так видно сразу, да, что кафель на полу и что, конечно, в общем-то, стены не расписаны, то есть храм, в общем-то, новый, конечно. Ну и я имею в виду не сам храм, а не стены, а именно интерьер, я имею в виду интерьер, конечно. То есть внутренний образ-то было фактически полностью утрачено, тут все, и была и швейная мастерская какая-то, и общежитие было строительное, и что только не было здесь в советское время. Ну вот иконостасы, кстати, сделали в древнерусском стиле, поэтому многих это немножко соблазняет, и они думают, что вот как бы это, ну это вот представной предел, так мы как раз, в честь новомучников, исповедников. Вот здесь, кстати, росписи немножко сохранились, ну поэтому многие думают, что это иконостасы, они как бы древние, старые, но на самом деле нет, они новые. Ну и, кстати, об этом храме есть довольно большая книжка, здесь продается о храме Николая в Пыжах, и можно ее прочитать, она, по-моему, тысяча рублей стоит, а если не дороже, но она действительно такая толстая, в твердом переплете, большого формата, и там прям все написано вот об этом храме, подробно о местности, где он находится, так что при желании можно приобрести очень хорошо, что есть. Ну, кроме книги здесь больше ничего нету, я имею в виду, ну каких-то магнитов, сувениров других, то есть только вот книжка. Ну, этого вполне достаточно, слава богу, что, конечно, жалко, что все-таки не все же хотят читать большие книги, многие хотят брошюры, надо бы, конечно, и все-таки небольшие книжки тоже делать, такие буклетики издавать, чтобы можно было вкратце буквально прочитать, хотя бы немножко, так сказать, познакомиться вкратце с историей храма, местности. Ну, вот видите, трапезная, сам храм кубический, очень красивый, четырехугольный храм кубический, с трехчастными алтарными выступами, пятиглавый, кстати, храм, вот, пределы они как бы вдвинуты в северо-восточный и юго-восточный углы этого куба, основного здания, поэтому эти алтарные выступы, они образуют единую линию фактически, вот, с алтарным выступом главного престола, ну, они как бы на одной линии находятся, ну, и много декора, как вот в этом узораще, это декор, видите, кокошники, и кирпично-белокаменный декор, на окнах, наличники есть, шатровые колокольни трехъярусные, причем с шестнадцатью слухами-резонаторами в два ряда, и тоже были очень красивые колокольни-звоны, от этой церкви тоже слышали из-за Москворечи, но тут многие колокольные звоны были не только от этой церкви, но здесь тоже, вот они, видите, алтарные выступы, вот они идут в одну линию, смотрите, один, два, три, вот, здесь как раз видно хорошо, как единое целое, главный престол и два других. Вот, как бы, в виде корабля он построен, трапезные колокольни, они идут вдоль главной оси, ну, тут особо не разгуляешься, все очень сжато, территория дорогая здесь, Москворечья, самый центр города, поэтому тут все прижато, дальше там идут здания уже другие, поэтому как-то так погулять особо не получится по территории, к тому, что тут идет ремонт, как вы видите, обновляют снова храм, вот, как горка кокошника, видите, очень красивая, ну, еще колонки, гирлянды, посмотрите, вот, тоже много разных обрамлений, наличники очень красивые, с колонками тоже, карнизы развитые тоже красивые. Вот, тут еще ремонт идет, видите, вокруг, ну, плитка, все одно и тоже кладут, опять еще плитку опять, и храм сам тоже, конечно, постоянно нуждается в обновлении, в ремонтах, вокруг территории тоже там что-то все раскопали, вон, строительные материалы навалили, ну, в общем, все как обычно. Тут и у храма покоя нет, тоже многие ремонтируют, реставрируют, и храмы, и монастыри, так что тоже, в общем, хватает, как говорится. Ну, кстати говоря, между прочим, несмотря на то, что в советское время закрывался, но при этом именно как память к архитектуре он реставрировался в 360-е годы, вот, ну, не знаю, насколько она была такая качественная реставрация, но вообще в советское время очень часто качественная была реставрация, потому что были опытные научные работники, реставраторы, которые проводили эту реставрацию, поэтому часто, так сказать, реставрацию делали хорошо не то, что сейчас, когда фактически все разрушают, а потом делают новоделы под видом реставрации. Раньше она была намного более качественная. Но опять же, где как, где ты, да, а где ты, все-таки как ни крути, но советское время, поэтому... не всегда, так сказать, храму прям хорошо и ставлю. Ну, в 91-м году храм возродился в церкви снова и начались богослужения, долгий процесс реставрации. Ну, и сейчас, естественно, храм открыт каждый день. Вот так все это выглядит. Видите? Здесь начинается все с колокольни, там вход как раз идет. Вот с этой изгирькой там и вот такая шатровая колокольня. Ну, и дальше уже, собственно, сам храм с двумя пределами. И ограда, кстати, 19-го века тоже сохранилась. До новых встреч!